Принцип перемен в тренировках мышц Если вы, к примеру, бомбите грудь и плеч на одной тренировке, чередуйте порядок их проработки. Сегодня начинайте с грудных, в следующий раз с плеч. Новичком быть очень хорошо, прежде всего, потому что ты фантастически быстро растешь. В первый год тренинга набор силы и массы идет так стремительно, что и уследить не успеваешь, если бы это продолжалось всегда. Но, увы, однажды победоносное шествие кончается раз и навсегда, как счастливые годы юности. И с этого момента мышцы уже не реагируют на обычный способ стимуляции увеличения рабочих весов. Короче говоря, наступает мертвый сезон. Но надо же двигаться дальше. Тут, опять-таки, есть несколько способов прорыва. Можно изменить частоту тренировок, порядок упражнений, объем работы, число сетов и повторений, или саму программу тренинга. Освоить новые упражнения и вписать их в свои комплексы. Каждый опытный культурист регулярно проводит такую ревизию своего тренинга. Он просто не имеет права сидеть на одной и той же продвинутой программе. Больше пары недель. Поэтому мозги у профессионалов постоянно настроены на волну перемен. И вам, дорогие мои, рано или поздно придется настроиться на эту же самую волну. Как же применять принцип конфьюжен на практике? Если вы, к примеру, бомбите грудь и плечи на одной тренировке, чередуйте порядок их проработки. Сегодня начинайте с грудных, в следующий раз с плеч. Учтите, что от первоочередной проработки группа мышц всегда выигрывает. Если вы всегда работаете по одной и той же схеме, сломайте ее. Например, вместо жима лежа делайте наклонный жим. Штангу замените гантелями и так далее. Освойте новые варианты выполнения старых любимых упражнений. Если вы, скажем, тащитесь от подъемов через стороны, попробуйте делать их не с гантелями, а на блочном устройстве. Или в тренажере. Такие варианты есть у многих упражнений. И это, кстати, очень удобно. Например, если сосед по залу оккупировал ваш тренажер и сидит в нем вот уже 10 минут, вы можете не ждать своей очереди, а приспокойно выполнить запланированные упражнения с другим оборудованием. Однако, и то же упражнение выполняйте на разных скамьях или просто меняйте углы наклона. Лично я, например, делал французские жимы лежа всеми возможными способами. И поверьте, каждый раз движение ощущается по-новому. Освойте тонкие модификации, вроде положения кистей или ступней. К примеру, простая супинация кисти, поворот ладонью вверх во время подъема гантеля на бицепс усиливает нагрузку на плечевую мышцу. А более широкая постановка ног на приседаниях сильнее бьет по внутренним частям бедер. Время от времени применяйте продвинутую технику тренинга. Суперсеты, ступенчатые сеты, частичные повторения, форсированные повторения. Эти приемы шокируют мускулатуру и помогут дать отличный толчок к новому витку роста. Если, конечно, ими не злоупотреблять. Меняйте веса, число сетапов и повторений. Попробуйте работать по принципу периодизации, чередуя легкие и тяжелые циклы. Ну и, наконец, у вас есть замечательная возможность испытать на себе методики профессионалов. Тернистым путем проб и ошибок каждый ведущий атлет пришел к своей системе тренинга. И вполне возможно, что какая-либо из них поможет вам сорвать банк. Короче говоря, максимально расширьте свои тренировочные горизонты. И со временем вы сами научитесь мастерски манипулировать разными переменными. Помните, разнообразие это соль жизни. И нет на свете ничего лучше перемен. Субтитры сделал DimaTorzok